Депутаты всех калибров продолжают упражняться в безумии. Иногда мне кажется, что существует какой-то секретный конкурс среди депутатов Госдумы, Госсобрания, Горсоветов. Конкурс этот заключается в том, что они соревнуются, кто предложит что-то наиболее абсурдное, самое эпатажное и так далее. И есть ощущение, что у них есть какие-то даже призы на этом конкурсе. В частности, на минувшей неделе депутат Государственного собрания Республики Башкортостан Салават Харасов предложил не регистрировать браки до тех пор, пока потенциальные молодожены не предоставят в ЗАГС справку о генетической совместимости. Харасов объяснил это тем, что он заботится о том, чтобы в семьях появлялось все больше и больше доброкачественных, здоровых солдат и налогоплательщиков. А вот всякие там больные дети не рождались, и государству, соответственно, наверное, не придется на них особенно тратиться. Очевидно, что депутату Харасову незнаком такой термин, как «евгеника», и он никогда не погружался в историю Западной Европы XX века, которая показала страшные опыты запрета на браке и вообще взаимодействия между людьми по определенным принципам. Ну, собственно, безграмотных людей-то у нас многое становится больше, и, может быть, это и не беда. Беда в том, что вот такие вот Салаваты Харасова становятся так называемыми народными избранниками и, к тому же, еще и имеют наглость полагать, что вправе корректировать базовые человеческие права. Салат Фатахович, очевидно, не понял, что вообще предложил. Ну, по большому счету, по-хорошему, надо бы написать на него заявление в какой-нибудь следственный комитет с просьбой проверить высказывание господина Харасова на предмет потенциальной дискриминации и ущемления прав человека. Ну, боюсь, что сам Харасов не поймет, в чем суть этих претензий.